Если бы президент России Владимир Путин смог завоевать Украину, если бы Украине пришлось поднять белый флаг, если бы Украина была вынуждена капитулировать, тогда в Киеве установится марионеточное правительство, украинский народ будет подавлен, а российская армия окажется у наших границ. И мы можем быть уверены, что они на этом не остановятся. На этой неделе Путин угрожал НАТО возможной Третьей мировой войной, в своем так называемом победном выступлении после выборов. Это ясный сигнал, что он уже считает себя в состоянии войны со всем Западом. Это то, о чем он говорит. Я опасаюсь, что он продолжит свои военные действия против Украины. Мы должны уметь соизмерять скорость нашего реагирования с уровнем этой угрозы, быстро предпринимая следующие шаги по направлению средств от замороженных российских активов в пользу Украины. Мы ожидаем, что доходы от этих заблокированных активов составят около 3 миллиардов евро в год, которые, как я уже упоминал, будут направлены на Европейский фонд мира и в бюджет Европейского союза на военные и гражданские нужды. Это предложение, эта инициатива Совета и этот регламент Совета от меня и Комиссии уже были отправлены государством-членом, мой дорогой премьер-министр. Так что теперь решение за ними. Это было очень позитивно встречено на последнем Совете по внешним делам. Я надеюсь, что мы сможем вскоре достичь соглашения и превратить финансы в оружие, ведь ваши солдаты не ведут бой с деньгами, им необходимо настоящее оружие, им нужны настоящие средства для защиты вашего народа. Нам также необходимы оперативные решения по конфискации российских активов. Нам нужно использовать доходы от этих активов для восстановления, а также для приобретения оружия и боеприпасов, как подчеркнул высокопоставленный представитель Боррель, и для покрытия бюджетных потребностей. Но это только первый шаг. Мы настаиваем на полной конфискации или ином использовании всех замороженных активов. Европе и миру необходим эффективный прецедент для того, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену за разрушение, которое он причинил в Украине. Безусловно, граница с Польшей должна быть разблокирована. Независимо от аргументов, этот вопрос должен быть решен другими способами, поскольку с военной точки зрения нам необходим свободный проезд между Украиной и остальной частью Европейского Союза как для военных, так и для гражданских целей. Поэтому я понимаю, что могут быть опасения, но метод их урегулирования определенно не должен ставить под угрозу проход между Украиной и Польшей в этот критический момент.